МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...своего фонда в цифровой вариант над привлечением, скажем так, и над разработкой новых систем работы с клиентом, над тем, чтобы быть ближе к клиенту уже непосредственно, по принципу, не человек идет к библиотеку, а библиотека к человеку. То есть, в принципе, есть технологии, которые в мире сегодня развиваются. Программа «Культура Беларуси» – документ достаточно обширный. Здесь и реконструкция памятников архитектуры, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей, и рост музейных фондов с одновременным увеличением количества посетителей. В Будокошелевском районе больших музеев с реалитетами нет, поэтому упор сделали на сбор экспонатов, которыми когда-то пользовались местные жители. Причем часто их приносили сами будокошелевцы, что сделало местный музей особенно популярным. Всегда интересно посмотреть на историю своей малой родины. И благодаря нашим жителям наши фонды ежегодно пополняются. В 2019 году наши фонды пополнились на 246 единиц. И вот сегодня они составляют уже более трех тысяч. И, к слову, будет сказано, что также у нас была объявлена новогодняя акция на Риде Ёлку, и наше население откликнулись и стали приносить игрушки советского периода, елки советского периода. Кто-то приносил даже по одной игрушке открытки. И они нам все это оставляют в наш музей, то есть дарят в наши фонды. Еще одно направление, предусмотренное госпрограммой «Культура Беларуси» – рост количества коллективов, имеющих звание «Народный и образцовый». При том, что это не только повышение уровня мероприятий, проводимых клубными учреждениями. Самобытная культура всегда интересна туристам, а поэтому художественные коллективы могли бы сотрудничать с теми же агроусадьбами и санаториями. Такой опыт на Гомельщине есть, однако массовым его назвать пока нельзя. Кроме того, больше внимания нужно уделять работе с молодежью, привлекая ее самыми разными методами. От участия в проводимых мероприятиях до изготовления сценических костюмов в национальном стиле. Правда, совсем уже аутентичными они получаются не всегда, и дело тут не в отсутствии знаний или профессионализма. Процентов 70 точно соответствует, потому что в наше время хочется где-то чуть-чуть приукрасить, хочется больше яркости. В нашем регионе, конечно, была вышивка такая бедноватая. Может, у нас сейчас вдвойне больше, но это то, что нам характерно нашему региону. И еще одно направление. Хотя только показатель, как экспорт услуг для учреждений культуры не доводится, стремиться к участию в фестивалях и форумах за рубежом сегодня необходимо. В конце концов, это еще и пропаганда национальной культуры. Это один из элементов популяризации белорусской культуры за рубежом. То есть элементарный выезд на любое мероприятие, которое проходит за пределами Республики Беларусь, фестивали, в которых участвуют наши творческие коллективы, тоже экспо, которое будет проходить в 2020 году. Это те мероприятия, которые непосредственно госпрограммой предусматриваются для популяризации и работы с соотечественниками. Ну и, конечно же, работа с диаспорами. Потому что это немаловажный такой момент, связанный с продвижением, со связями, с продвижением интересов Республики Беларусь. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели.